Здравствуйте! Мое имя Екатерина Гаврилова. Меня часто спрашивают, почему я выдвинула свою кандидатуру на выборы в 13-й Сейм. Я отвечу вам. В обществе сложился устойчивый стереотип о депутатах Сейма, который обычно выглядит солидными, бородатыми дяденьками, которые с умным видом обсуждают о высоких материях. Такие депутаты глубоко оторваны от общества и больше всего переживают за свой кошелек. Именно этот стереотип я хочу развеять, став депутатом. Четыре основные проблемы существуют у молодежи. Первая – нехватка доступного и качественного образования. Нынешнее правительство тянет образование вниз. Я выступаю за то, чтобы образование в Латвии было доступно на всех языках – немецкий, французский, испанский и даже китайский. Если есть потребитель, который готов платить за образование на определенном языке, государство должно иметь возможность данное образование предоставить. Вторая молодежная проблема – проблема трудоустройства. Молодые люди вынуждены покидать Латвию, не сумев реализовать себя здесь. В Латвии откровенно не хватает программ поддержки молодежи. Отсутствует хоть сколько-нибудь вменяемая программа стажировок. Также практически нет программ госзаказов молодых специалистов. И это только верхушка айсберга. Третьей проблемой молодежи Латвии является то, что у власти находятся люди, отягощенные грузом застарелой ненависти, обидой, эмоциональных переживаний, старыми щитами. Все это отравляет и загрязняет современную политику Латвии. Молодежь же свободна от этого негативного опыта прошлого, а значит способна к построению нового гармоничного общества, основанного на практической выгоде и взаимопользе. Четвертой проблемой молодежи Латы является ограниченность возможностей к самореализации. Латвия – очень маленькая страна, и предоставляемые ей возможности невелики. Решением данной проблемы могло бы послужить включение латвийских ребят в единое молодежное пространство – США, Европы, России, стран Востока, чему сейчас мешают глупые политические предубеждения. Именно вышеперечисленные проблемы я буду пытаться решать в меру своих скромных возможностей. Почему же РСЛ? Потому что Русский Союз Латвии является единственной партией, которая защищает права угнетенных. А кто в Латвии сейчас угнетен больше, чем молодежь? Пожалуй, только пенсионеры. Но в нашей команде уже есть достаточно опытных коллег, которые уделяют им внимание. Я же иду отстаивать права молодежи. Наши права. Продолжение следует...